Послушай, Рома, я насколько знаю, ты вот очень хорошо играешь на гитаре. Вот как научиться импровизировать? Какие джазовые тональности советую тебе для игры для джазовых импровизаций? Джазовые тональности, но это отональные какие-то штуки эти, как они как подряд называются, Костик, подскажи. Нет, не тритон, а хроматика. А вообще на ютубе есть такие фишки, вбиваешь бейкинг трек там в какой-то определенной тональности, тебе выдает по стилям, включаешь и просто импровизируешь. То есть вы не отстрогируетесь от джаза? Нет, джаз может сложноватая, а музыка ближе к блюзу. Можно я дополнить, джаз посложнее будет, блюз. У них джазовые гармоники просто плещут, особенно слово там, настолько джазовое. Я могу дополнить, я как барабанщик дохрена знаю в нотах, особенно в тональностях, есть лад лидийский и алийский. Если их всех выкинуть нахер и смешать, будет капролийский. Играйте в капролийском ладу, будете импровизировать. Вот это я первый раз услышу. Вот слушай, многие у меня подписчики на канале спрашивают, как быстро выучить ноты на грифе. Ноты на грифе? Да. Ну если, короче, горизонтальное можно разобрать, мышление есть горизонтальное, а есть как бы, ну как это сказать? Вертикальное. Вертикальное, да, это гаммы, гаммы есть можно. Короче, надо гаммы изучать, гаммы, 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 разные гаммы, разных тональностей. А я с горизонтального начинаю. Нет, гаммы-то это гаммами, ноты как на грифе выучить. А нахуя на гитаре ноты, блядь? Не знаю, вот спрашивают, блин, как быстро выучить. А, как быстро выучить? не надо на гитаре ноты. так же как и на пиани. ноты нужны в основном для этих клавишных, а гитара это табулатура табулатура. не подожди ты сейчас вот на молодых гитаристов может плохому научить. да как по точечкам по точечкам. фасоль, оси там. главное ступени. то есть вы рекомендуете просто гонять квадраты вот потому что я смотрю вы там это пальцами то бегаете вот по квадратам. я вот у алексея у басиста спрашиваю. у него там четыре струны там попроще будет. там четыре струны там проще. ну зачем вот это вот шесть. а ты кстати я не замечал что ты там на низ куда-то спускаешься блин. а вообще по нулям, по нулям и все. ну на одной хуяре это будет. 21 лада хватает на одной. у него 21 нота. а ему одну струну дай. алексей а вы могли бы вот вообще вот в реале сыграть бы соло на бас-гитаре. да он играет в одной теме. у нас есть тема бульдоза. у нас есть басовое соло. да. кузнечик играет. это соло. да. вот с чего вот стоит начать молодому музыканту чтобы найти себя. повыступать в толпе на улице. собрать свою группу или выступить в готовый ну вступить в готовый коллектив там ну в кавер-группу в какой-нибудь. я бы посоветовал. только не кавер-группу. я бы посоветовал. не пойти кавер-группу в жопу кавер-группу. да ебать. поначалу дома ну поучить чьи-то темы может быть. а потом попробовать написать свое. именно позабивать в табулатурах разобраться в этом говне. но это блин сразу конечно претенденция. можно претендовать. ну ладно давай попроще. а потом уже набирать музыкантов. сначала что-то свое придумать. вооо. попробовать придумать что-то свое. потому что я сперва свое какое-то говно придумал. мне такая история была точно. сначала какое-то говно придумал. а потом какое-то говно придумал. и оно в explosion превратилось. начально было ассалут. потом стал explosion. Не, ну а как вот люди приходили вот в коллектив, вот, ну, допустим, ты вот решил сделать Explosion, да, ну, прикольно, да, там. Я вообще первый раз когда услышал название Explosion, а я тогда что-то там мультики смотрел про этот, Dead Clock там, Нейтан Explosion, я сначала подумал, что ты группу назвал в честь его. Я открыл поваренную книгу анархиста и начал оттуда искать название, ну, в коллективном виде. А, я понял, понял. Смотрю, взрыв, взрыв, на английском Explosion, наверное, сгодится. Созлушность Explosion там рядом. Ну, да, типа уже ключевая фраза, уже есть, короче, блин. А ты, Костя, как пришел в музыку? Я с бутылки водки пива. Блядь, ну это слишком банально, я даже не поверю, это... Наш вокалист, по-моему, самый первый, это Ростислав, который вот самый первый текст написал, он с Костиком... А, вы в Яве играли, группа... Да, 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 в Яве. Паган, Паган Метал. Вот, и Рост говорит, да вот гитарист есть крутой, типа, давай позовем. А, слышь, братва, вы прошли такой же путь, как и я. От Паган Металла и Готик Металла, блядь, да вот этого, да? Еще и ICQ было, в ICQ я с ним списался, я говорю, давай, встретимся там, что это... По музыке поиграем. По гутарим, в итоге мы... Мы три недели пробухали, блядь, а потом только начали о музыке говорить. Я хотел сказать четыре дня, но с четырех дней это все начиналось. Не, ну это... А ты как, друг мой, а ты все время колотил почему-то, да? Нет, я на гитаре играл. Да ладно. Но только не у нас. В Ебемоле, наверное. Нет, в каком случае. Нет, хотя мне Ебемоль нравится. Да, грандуха такая нормальная, прикольная. Весело, иногда там послушать, потанцевать, поприкалываться. Нет, я это, слушал, потом мне стало мало слушать, начал... Ну, изначально мы другого зале, во-первых. Пытаться как бы... А вы на одном районе где-то живете? Нет, это где тусовка. Мы с общей тусовкой по интересам. Поэтому музыка это так, с 13 лет началась, там, гитара и все такое. А потом барабаны, потому что некому было играть на барабанах. А Леху где вы выхватили, блин? Та же фигня. У маньяка в гараже. Все дают гитаристам. Я начал играть на гитаре. Вот так как нехватка, дефицит кадров у басистов. Нехватка кадров. А что делать? Пришлось, заставили. Выкинул две струны с гитарой. У нас, кстати, тоже гитарист. И начал играть на басу и пришел. Это нормально, да. Серьезная деятельность такая более-менее. Где-то у нас Паша началось с приходом Паши в группу. У нас такой первый серьезный барабанщик. Не, ну Паша-то, понятное дело, это очень серьезный барабанщик тут, блин. Не, ну что, я знаю, вот я вот играл с гробовой доской в Москве. Ты не очень сильно там отличаешься, блин, от этого парня, я тебе скажу, блин. Вообще никак не отличаешься. Хотя он там играет во всех, наверное, пяти командах всех этих ведущих, блин. Ты не особо сильно от него отличаешься, блин. Пашка скромный. Ну, я знаю, что он скромнял, блин. А так тебе бы поставить туда бы, там, по-моему, то же самое было, блин. Как-то так. Ладно. Так, да, по полной программе, а как ты хотел. Сколько раз в неделю нужно заниматься на гитаре, чтобы руки были в тонусе и помнили аккорды. Три раза в день, только это не про гитару. Борщ, подлюка, властелин преисподний. Сколько раз в неделю? Тут сколько раз в день вопрос уже доставить. Надо заниматься постоянно, по возможности. Только возможности появилось, надо заниматься. Я потому что что-то недавно смотрел какой-то видос, блин, это... Какие-то там типа маврины, хренаврины там с собой, какие-то маленькие гитары таскают, типа рыбка там или что там. Подключают там постоянно, ездят в машинах, играют на них там, типа постоянно там, что-то такое. Паш, ну тебя барабаны не потаскаешь в машине, это я. Пэды, пэды. А, пэды, ну пэды, да, можно. На краях коленки. Коленки, кстати, да. Координацию можно сидеть на столе. По чашечке, в любом месте можно заниматься координацией. Там сами вот так. Вообще, лучше нахожусь себе поучить, вот так сидишь там и набиваешь. Ну а сам, а вообще ритм, где он, в голове? Конечно, все в голове. Или там что-то где-то услышал, потом начинаешь что-то настукивать. Ну вот мы себе взяли нового барабанщика, очень нормальный пацан. Он говорит, все в голове, блядь. Очень понравилось. Вообще безошибочно играет, сука. Да. Ну, равно просто. Ну что, старого на органы сдали, блядь? А я ему говорил, сука, лучше. Старый в политику пошел. Да я ему говорил, лучше бухай, а то на органы сдадут. Вот ты слушай меня, а все. Так, ладно, пацаны, сейчас будет попроще тема. Давайте чуть-чуть, блядь, слезем с этой. Вот если бы вас попросили дать название одному из видов водки, как бы вы его назвали? Вот ты бы... Врывная жижа. Так, Рома, взрывная жижа. Сколько градусов? Ну, я бы сделал... Так, сейчас пойду. Ну, градусов 60 нормально. Блядь! 60. Да я же без запивки не осилишь, е-мое. Я не хочу... Да что, мы с Серегином самогром пили, он у него был там под 70, нормально было. Костя, твое, блядь. Ну, пусть будет булька сатаны, блядь. Булька сатаны, блядь, прикольно тоже. Градусов 36. 36, да, это нормально заходит. Да, это понятное дело. Можно даже такой, это... Не трясло. Не трясло. Волосами такой занюхал там товарища. Такой нормальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не, была такая тема в 90-х, там без закуски или снегом закусил, или там волосами занюхал, то хелдер шолдерс там типа моет там. Ха-ха-ха-ха. Ну... Я бы сделал зеленое Гонево. Зеленое Гонево? Потому что зеленый змей нас сейчас... А-а-а, я думал, ну, а я понял. Что-то в последнее время все говорят, синька, синька, блядь, а про зеленого змея забыли. Ха-ха-ха-ха-ха. Показывали, вот адские капралы, вот это охрененное дело. Посвящение в капралы, новых участников всегда посвящаем в капралы. Это традиция. Так, ну, тут чисто, блядь, вопрос такой, блядь, провокационный. Вот если бы в РФ разрешили медицинскую марихуану, это повлияло бы на ваше отношение к алкоголю? Нет. Понятия не имею. Нет. Мы умеем совмещать, кто-то просто не прикалывается по марихуане, кто-то... Да я просто так думаю, что у нас уже возраст такой, что нам вот это ха-ха уже нахуй не надо. Еще не кончилась водка, блядь. Наверное, все, мы уже не приучены к этому делу. Ну, наверное, да. Пойдемте, блядь, куча кисрового. Божьи, блядь, прицелуй, слушай, нахуй. Лапшу сушей снимаю, блядь. Ну, я-то, это, водка не кончилась, блядь. Ой, блядь. Ладно, пацаны, смотрите. Как думать, девкам рассушиться-то вручке. А-а-а-а. Короче, блядь, банда кисдунов, блядь. Ладно, пацаны, вот смотрите, блядь, какой самый идеальный город или место в мире для рокеров? Точно не Белгород. Питер. Питер? Питер. А ты давно в Питере был? Я был один раз в командировке году в 15-м. Давно. Понятно. Я там ничего не видел. Я там ничего не видел. Ну, думаю, что это Питер, да? Питер это вещь. Либо Питер, либо Москва. От Сашки там греется. Для рокеров? В Питер по-любому. Да почему? В Москве что? Для гофрокеров больше, глобал больше. В Питере душевный. Душевный, да? Все, все, езжай. Блядь, да хорошее. Там вообще никого нет. Какие эксклюзивы такое? Там только ебаные медведи эти вылазивают. И нахуй перевели. Раньше, когда было все мирно, я помню, для париков вообще... Там тусы были. Не, у нас вот Женя обратил внимание в РФ. РФ, да. Так обычно вот тут же, блядь, уральский рок там перт прям вообще на ура, блядь. По-моему, вообще, да, блядь, из севера. Вот, кстати, вот у меня друзья из Мурманска, они играют там вообще там... Вот лайтовых команд нет, они там какой-то дэд всех херачат и все, пиздец. Вот у них только вот... А там потому что там горы, там сполны, горы. Просто, нет, прорез доходит в Крыму позднее, чем у нас. У нас год был популярен в 90-х. Потом пошло Мазафака, потом эти гребаные челкари. Ну, видишь, мы ближе к Москве как-то это... Короче, Питер-Москва. Это уже Москва, как-то Москва, там тусовок есть раз больше. Ну, чё-то да, вот, вот, вот Питер. Так, и ты... А вот если бы... Питер-Питер это всё-таки там больше эти говноруки... Ты не вру бы и сможешь, молчи. Не, а вот если бы вам зарядили бы тур по северным городам, блядь, вы поломанулись бы туда. Да, конечно, за любой кипиш, кроме голодовки. Блядь, ты видал, гробовая доска там отыграла по северным городам, блядь, и неплохо, блядь. Это вообще вот к чёрту на куличке. Нет, ну это... Может быть, только не в минус себе. Ну, это понятно, да. Так, пацаны, давайте на лай так скатимся, короче. Пофигизм это религия или состояние души? Или есть такой бог... Бог похуй. Потому что бог похуй велик, блядь. Потому что ему похуй даже на самого себе. Это же интересно. Я думаю, что у бога похуй, у бога похуй это тоже состояние души. Это есть его великая экумена. Это состояние души однозначно. Я просто знаю чуваков, которым вообще всё похуй. Блядь, это вообще... Вот, блядь, он... Богу похуй на тебя похуй. Это же бог похуй. Потому что он велик. Ха-ха-ха-ха. Это очень сложный вопрос, конечно, на самом деле. Потому что никому из нас даже не похуй. Вот этот концерт. Вот и то не похуй, блядь, как бы, да. А каким вы... Как вы вообще, пацаны, видите рок-музыку будущего? Ну, блядь, вот сказали. Вот примерно так, да. Вот Владислав Валерьевич, что он сейчас скажет. Каким ты видишь рок-музыку будущего? Рок-музыку будущего? Да. Ай, блядь, не знаю, честно. Какой-то другой, не такой, какой сейчас. Ты бы ебал, нахуй. Ты что, показываешь? Я за рулён. А-а-а. Я очень сильно устал. А, я понял. Электронники, наверное, нахера. Это будет в Киберпанке. Вот смотрите, пацаны. Давайте, короче, тема такая. Вот, блядь, я вот это прочитал, блядь, чисто в каких-то новостях. Вот, по информации из авториестественных изданий, вот в 23-м году на рынке РФ появится сенсационный вид водки. Употребив её человек, не будет страдать от похмелья. И его печень не будет страдать. Друзейте вообще здесь вставляют. Так это ж моя, вот новая. Просто сказали. Нет, тут вопрос не в этом. Как вы думаете, будет это честным, блядь? Честно, в России никогда ничего не будет. Слушай, ну этот человек... Нет, ну подожди, вот ты нахуярился, а у тебя похмелье жуткое трепет. Ты осознаёшь, что вчера было гуд, а сейчас вообще, блядь, швах. Ну, не как это выльется во что-то, потому что это... Это будут все жрать, как безумные, что ли? Что такое боль? Это организм... Ну, как это? Предоставили жрение для организма, что нельзя ссувать, блядь, пальцы в розетку. Тебе ебанёс, да. Если не будет похмелье, значит, ты потом, блядь, собьёшься, собьёшься. Во, 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 правильный, правильный хуй. А вот Рома не согласен. А вот человек работает сварщиком, блядь. Ебаным, у тебя ничего не болит, так, ну, я не буду поверяться, пойду на окону, так, ну, чемоданчик, тёплый, блядь. Блядь, а ты ещё будешь ебожить, ебожить, конечно, а потом у тебя будет алкогольное обвинение, и всё, блядь, блядь. Отравление синилиной кислотой. Алкоголь, я отниму, между прочим, ладно, и сыр, только... Это будет заебись, блядь, блядь. Бот. Короче, за это мы расскажем наши следующие песни. Хорошо, хорошо. Ладно, пацаны, кого вы из отечественных групп считаете рупором нового поколения? О, нового поколения. Рупор, 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 ну, за отечественных. Глоток сперна от себя. Блядь, ну, это украинская группа, пизда. Они нам не друзья сейчас, нихуя. Арию слушают? Блядь. А там уже, по-моему, всё, переслушано, что ты можешь слушать-то хоть? Не, ну, они же новые альбомы тоже выпускают. Так-то молчаливые. Ну, опять же, нового поколения. У нас, вон, Влад ездил на концертаре недавно. Блядь, даже не знаю. Ну, я могу у Лёхи спросить. Он эту группу подогнал клёвую вообще. А, ну, не, это, блядь. Казённый унитаз поди, блядь. Блядь, ну, ты упырь, блядь, понимаешь, Борщ, ты упырь. Это охуенная группа из Питера. А, бостонный мутант, я знаю эту группу. Это, блядь, такая же хуйня, как Виноградный день, блядь. Всё хуйня сразу, у них, блядь, философские тексты. Пока ещё не попалась такая группа в поисках, наверное. В основном вот старые, которые, да, группы, которые те, да, можем назвать. А из современных особо как-то и не слушают. Из современных, чем за рубежком, в основном. Да, кстати, да. Из старых могу сказать, я из старых, что мне нравится, из старых. Это вот хирург. Вот я могу заметил такую тенденцию, блядь, вот сейчас трэшевые группы какие-нибудь вылезают. Вот, да, вот с Воронежа там какая-то группа была, попёрла, 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 хренак, всё, скатило, всё, заглохло, нахрен. Чё-то их хватает очень ненадолго, я не знаю, чё они хотят. Мало, помимо играть вместе, это мало. Три года? Во-первых, надо ещё и должно быть общение. Хоть вместе? Нет, понимание друг друга. Ну, знакомость. Не, 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 не зависит от другого. Типа, как бы это называется, друга. Взяли круженье. Да, да. А, понял. Вот, допустим, карифаемся, ну и плюс ещё помимо... Спитость! Да. Это, короче, боевое слаживание, так сказать, боевое слаживание. Какой, по вашему мнению, должен быть сегодня стиль песни, отражающий действительности реалии страны или позитивные песни, которые не грузят мозг? Металл. Ты это ещё и видишь? И никак иначе. Только трэш, блядь. Я понял, понял. Я понял вас. Ну, я понимаю, что он провокационный, блядь. А что, блядь, за гребуты, пиздец? Ну, что ты, блядь, 100 километров не уедешь, блядь. Да, хороший. Блядь. Не, пацаны, ну я вот лично сделал свой выбор. Я, блядь, одну песню даже посвятил музыкантам Вагнера, блядь. Тут уж, блядь... Трэш, в принципе, он на всё ложится. На политику, на юмор, на... Надо сделать такой, я же знаю, надо такой текст делать. А вот на религиозные темы очень интересная хуйня, блядь. Я вот всё подбиваю Вадика на какую-нибудь религиозную тему. Захерачить, блядь. У меня даже текст есть. Охрененный, блядь. Знаешь, какой текст? Тебе понравится. Все святые иконы кровью залили попы. Во имя веры свобой. И там что-то хуйни... Там вас заколотят в гробы. Не нравится. Охренеть. Трэш металл. Ну да, это и есть Трэш металл. Как-то так. Там ещё что-нибудь про монашек можно добавить. Про монашек, блядь. Ну не знаю, это больше ты специалист, блядь. Больше ты вообще властелин при Испании. Видел голых монашек. Видел голых монашек. Так, пацаны, смотрите. Самая основная тема, короче. Вы собираетесь писать новый альбом? Или как? Естественно. Работаете, да? Работаем. Дописываем инструментальные... Как дописываем? Да придумываем инструментальную часть. Записать там, в принципе, это дело месяца максимум двух. Ну, блин, обещать ничего не буду. Хотелось бы к лету его хотя бы выпить. Вокальные партии будут твои уже, я так понимаю, да? Пока ещё не знаю, ну, возможно. Не исключено, скажем так. Ну, понятно. Не исключено. Ну, ладно, пацаны, с вами прощаюсь. Переключаюсь на группу Огненный Шторм. А пацаны только со сцены.